здравствуйте уважаемые слушатели я клешаев иван я представляю компанию монолит двери сейфы ее основатель и директор и сегодня хотел бы поделиться мнением но точнее наверное ответить на комментарии и заодно поделиться мнением по замкам цилиндровым по полотнам цилиндровых замков те которые ну на мой взгляд субъективный и я попытаюсь именно свою свой взгляд как бы ну на чем он основывается немножко попытаться донести вот та информация которая есть у меня и чтобы вы уже исходя из этого там взвесив все как бы факторы параметры уже для себя определись какой замок подходит лучше для вас полотно замка полотно замка это у нашем случае вот скажем так корпус замка в который ставится цилиндровый механизм и говорить мы будем у основных полотно замка у основных полотно замка это имеется ввиду основной фиксирующий то есть это под защелку фиксатор в рейтинге у нас будут участвовать такие замки как мотора 85 серии вот она вот родимая у нас будет участвовать редукторные сэо у нас будет участвовать секурием и чипер и моя у нас будет участвовать чиза revolution про и у нас будет участвовать multilog cts значит по каким критериям но на мой взгляд субъективного и вот именно с точки зрения ну я буду говорить с точки зрения опыта но скажем так я просто перечислил все все параметры по которым но я подбираю замки для наших дверей и эти эти параметры на самом деле ну их не так много то есть их по ним можно быстренько пройтись и они на самом деле очень отличаются то есть но вот реально ну вот как как подбирается замок вот допустим есть пример 10 параметров у которого допустим у того замка то здесь на этом параметры галочка у 2 замка здесь нет то есть у третьего замка допустим на каком-то параметре есть галочка на первом его нет то есть вот по рейтингу всех галочек то идут замок на первом месте это идет мультилог cts безусловно то есть это как бы но по всем пунктам то есть это лучшее полотно замка по всем пунктам кроме одного то есть это соотношение цены то есть и в принципе часть пунктов допустим может в принципе ну и не понадобится то есть в той или иной конструкции двери смотря какой конструкции двери мы говорим на втором месте идет чезар evolution про у нее буквально на один пункт меньше чем у мультилог cts но при этом соотношение цены гораздо выгоднее следующем в рейтинге я бы поставил ну там я на самом деле по большому счету поставил бы мотору 85 серии хотя у нее по пунктам вот именно моем рейтинге по пунктам у нее допустим там провал по многим но вот именно по соотношению именно ключевых пунктов то есть она вот реально ее можно разместить на третьем месте дальше бы я в там возможно поставил моя и сэо но я там дальше уже там чипер этом секурима то есть вот вот эти все замки разместил бы чуть дальше почему допустим ну вот именно по почему какие пункты именно участвуют это вот мы сейчас попытаемся все и все вспомню то попытаюсь назвать значит первый пункт то есть это все в рейтинге которые участвуют это формат самый большой формат замка второй пункт это мы возьмем то что эти замки мы рассматрив принципе они все высокой степени надежности но реально то есть это как бы уже но благо то есть каких-то скажем так таких ну не они есть конечно ущербные модели как бы эти полотна замков которые но по-прежнему там кто-то устанавливает которые там имеют ну реально то есть такие технические недочеты то есть и принципе они там за счет там где же цены в дешевле в 500 гривен то есть их устанавливать вообще не имеет смысла вот все эти за полотна замков рассчитана максимальный срок службы это 150 тысяч циклов открывания-закрывания принципе максимальный срок службы для любого замка то есть вот они они все как бы вот эти все замки которые перечислены в принципе вот таком срок службы рассчитаны но это при том условии то есть при двух условиях первое условие это то как этот замок был установлен то есть насколько вот скажем так насколько было в него насколько аккурат он был установлен то есть мусор то есть папа попавший при установке я там молчу там за стружку какую-то металлическую то и прочее то есть вот можно сразу скажем так перейти каком-то вот что чего нет принципе из вот этого всего списка то чего нет ни одного замка но при этом по всем остальным пунктам у этого претендента меньше всего то есть будет скажем так положительных галочек это вот матура 85 серии это замок который буквально буквальном смысле можно засунуть песок закопать достать из песка вытрусить поставить в дверь ну может быть лучшем случае выйдут а может даже не выдать он и так будет работать то есть вот это как бы но в чем преимущество матуры и вот все остальные претенденты они на самом деле этим преимуществом не обладают но зато они превосходят вот по всем остальным параметрам там вот редукторный ход это тоже вот галочка то есть то чего нет у матуры то что блокировка там от переламывания цилиндра у кого-то у кого-то и переламывание задавливания цилиндра у кого-то от снятия броненакладки то есть у матуры это все как бы с а по самому простому с одной стороны блокировка никаких редукторных ходов но это реально как бы самый скажем так не не привередливый замок из вот этого всего рейтинга самым привередливым я бы назвал возможно наверное даже если у то есть ну это реально замок который ну настолько чувствительный то есть вот к пыли я не буду говорить за пыль там в ремонте и все то есть это уже как бы ну на самом деле вот уже скажем так над на таком этапе то он уже не так как бы мне это пыль хватает а вот именно если как вот классика жанра сварщик получил замок пошел пререзать его прямо этот замок этот же замок отделочник перерезает там мы все там мдф накладках вырезают вырезы в итоге замок хватает пыли то есть и хватает стружки пыли ну за стружка вообще молчу и прикол том что если эта стружка там попала в этот замок то есть на мелко даже стружечка там и пылечка в этот и сел замок то этот замок получается ну мало того что он уже начнет очень плохо работать но самое печально то что даже если это его почистить то есть вытащить это как бы пыль то он все равно будет плохо работать вот это как бы уже необратимый процесс но при этом я хочу сказать что вы со самый плавный ход но реально то есть но плавнее и приятнее хода то есть но я не знаю никаком замке то есть в со это вообще то есть но приятнейший ход то есть который если все аккуратно и правильно сделать то ну вот именно это идеальный то есть плавный ход замка бесшумный все как бы хорошо но он очень нежный чизер эволюшн про она тоже очень уязвима как бы пыли к стружке чуть меньше чем из и у чуть меньше ну буквально немного но тоже требует очень высокой как бы мастерства от мастера требует очень как бы аккуратности мастерства то есть чтобы ну никакая пыль что все это вся отделка вся при резко производилась ни в коем случае не на вот этом замке который будет ставиться чтобы это было на при резочных замках потому что если он тоже хапанет вот этой пыли стружки то все он уже бы никогда не будет работать хорошо моя принципе то же самое можно сказать о вот так по такому параметру там секуром и чпр ну что-то типа такого же там грубо говоря получается по следующий параметр это по которому я критерий определяю замок это вот именно только защелка фиксатор реализована то есть замок защелка фиксатор то которая работает от ручки вот она то есть она вот допустим в самом нашем рейтинге простом скажем так но не несом не на самом в моем рейтинге на третьем месте но в принципе по совокупности параметров то вот этот замок мотора имеет меньше всего как бы пунктов поэтому он как у него реализовано защелка фиксатор даже если вы закрыли замок то есть ну условно вы закрыли дверь на два оборота там цилиндра либо на один нажимайте ручку то защелка фиксатор просто срабатывает от ручки как как было не при закрытой двери в чиза revolution про защелка фиксатор отключается как только вы закрыли на один оборот вы нажимаете защелка фиксатор не работает если вы получается в мультилоке cts и то же самое она отключается то есть поэтому по вот этим пунктом то есть в моем рейтинге они идут cts и revolution про не ведут на первых двух местах потому что вот это очень важный параметр для отключения защелки фиксатора ну вот с точки зрения в целом как бы если не говорит за конкретного там клиента то есть я там никогда так не делаю но вот какая привычка у клиентов они зак то есть закрывают все замки уходя допустиме из дому потом нажали ручку подергали дверь что точно закрыли но и спокойно пошли себе на работу при этом приходя домой то есть они даже не обращая на то внимание какая ситуация если дверь была зафиксирована на защелке фиксатор то есть она вся регулируется ее уплотнение все на защелке фиксаторе то как только она сходит за щелки фиксатора то она дверь сразу же условно там виснет назовем на ригелях они сразу же начинают как бы упираться в раму и вы спокойненько открываете как бы замки тяните парами то есть замки получают дополнительное как бы то есть усилия на замках соответственно они более изнашиваться особенно редукторные замки и изнашиваются как замки так и сам цилиндр то что самое печальное поэтому вот важный параметр то есть для вот именно если невзираю я там никогда не делаю то есть может это никогда не делают его такая функция не нужно но если брать в целом то есть по производителя по людям которые будут пользоваться дверью и там и не и рассчитывать то будет так делать то не будет то лучше применять вот чтобы была такая функция допустим на замке мой эта функция есть но она очень как бы такое интересно у нее очень интересная особенность которая на самом деле вроде бы как бы она есть то есть вот это она решает эту проблему но она не решает одну проблему то есть то что лично было допустим у меня такой случай был когда то есть там как это решено закрывайте на один либо на два оборота и ручка начинает нажиматься ну условно наполовину там на 50 процентов то есть собачка не заходит полностью но ручка до конца нажать нельзя вот ситуация мужчина заказчик который поставил дверь то есть которым стоял вот замок с вот такой вот получается вот именно так была реализована защелка фиксатор он выходит до утром на работу выходит из своей двери выходит просто ее захлопывать не закрывает на ключ следующий идет тамбурная дверь он выходит через тамбурную дверь выходит к лифту вызывает лифт и возвращается домой то есть пока лифте едет он там что-то побежал решил что-то еще жена как бы не понимая то что он еще вернется думаешь он и не закрыл дверь он закрывает за ним дверь а он как бы забегает но это буквально там через 30 секунд он забегает он там не слышал как жена это закрыла дверь потому что он был за тамбурная же дверью он забегает и там 120 килограммов и там или больше мужик просто как бы ну по привычке то есть я тоже нажимаю сильно на ручку такой сня такая привычка я нажимаю сильно на ручку он нажал только у меня там вес не 120 килограмм а он там со всего маху нажимает и он просто напросто сгибает механизм замке и который уже то есть ручка не до конца не задвигает задвижку то защелка фиксатор благо что там вы как бы в систем можно как бы цилиндром это дотянуть это нормально можно даже пользоваться но все от ручки уже замок не будет работать защелка фиксатор не будет заходить то есть нужно нужно вынимать замок либо менять либо ремонтировать поэтому вот такая может быть ситуация вот именно вот такой пункт потом пункт возьмем вот ну то что я кстати сказал это вот допустим насколько как бы замок уязвим то есть ну предрасположен к затиранию то есть вот в принципе то есть это могли за основной как бы планы могли за основной но факт того что даже поэтому как бы рейтингу то есть некоторые замки могут больше выдержать вот неправильно вот именно вот очень важный то есть вот момент по всем этим замкам это тоже пункты его можно вынести если неправильно эксплуатировать то есть мотора в этом плане то есть она выдержит самую неправильную эксплуатацию там регелями тягать там то есть но парами то и затирать чуть ли там не плечом поджимать дверь то есть мотора то есть такое выдержит стерпит но при этом она самая шумная она там самая как бы при самое но она это стерпит чиза revolution про на самом деле вот по всему этому рейтингу я бы по вот этой вот скажем так стрессоустойчивости назовем его так замка то есть ее можно расположить следующие то есть по этому рейтингу с одним из самых нежных то есть это будут вот это опять же и сэу то есть у него как бы но он вообще на нежнейший парень то есть но как бы он классный же работает безупречно то все как бы этот но не любит он то есть вот это вот и что самое печально что если как бы разок-другой даже он там вот такой вот как бы грубость такую стерпит он но потом уже как-то чувствуется вот эта работа она уже ну чуть-чуть как бы нарушается и и уже восстановить ну можно сказать нельзя поэтому вот как бы поэтому так ну и теперь как бы такой самый то есть такой пункт то есть это сколько вылет ригелей и диаметр ригелей это всех одинаковый там условно плюс-минус там миллиметр то есть она роль не сыграет теперь количество оборотов почему мы мультилок cts первом как бы ради но это как плюс так и минус у него три оборота то есть у всех этих замков два оборота у мультилок cts при том же количество вылете ригелей длине вылета длине в длине вылета там привода в подтяге то есть у него это нагрузка приятно три оборота то есть на такой замок можно нагружать более подгруженные цеплять ригельной системы если у вас там вообще там 10 до авиаторов я условно говорю там какие-то тыры-пыры то есть вот это все то есть очень подружно ригельная система то можно но безусловно распределить нагрузку не на два оборота на три это будет более как бы правильно более плавно но с другой стороны допустим если у вас вот как наших дверях допустим идут просто тяги которые вот в работе замка вообще не ощущаются вы просто как замков мог холостую работать без тяг как с тягами работа одинаковая то в таком случае то может быть это третий получается оборот он и не совсем и нужно больше более того он совсем не нужен то есть лучше это два оборота то есть три раза ну то есть на 30 процентов меньше как бы закрывать замок то есть не тратить на это время то есть 15 лет то есть это это длительное получается время поэтому вот такой вот пункт ну и по цене то есть безусловно multilog cts и ну и еще multilog cts то есть чего нет у всех остальных это сработка блокировки от снятия броненакладки то есть если у всех там от слова цилиндра то multilog cts это снятие броненакладки но это такая функция на самом деле ну в наших дверях вот наших конструкциях металлоемких которые замки там но реально вообще не погружен в такую толщину металла что эта функция абсолютно не нужно но эта функция вообще ориентирована на двери в которых в принципе ну максимум наружный лист двойка то есть никаких усилений там не даже каленых пластин там уже нет ничего ничего но типа там назовем это типа итальянский тип дверей то есть это профильные тонко листовые двери на самом деле израильские то есть да это тонкие тонко листовые двери начинают 08 миллиметра под 08 ну и максимум что может быть максимум это два миллиметра одна листовая больше там не может быть в принципе толщина металла поэтому в таком замке допустим безусловно то есть добраться к замку там сорвать эту броненакладку будет ну в такой металлоемкости даже если она будет с юбкой но реально то есть она даже будет юбкой в той металлоемкости в 2 миллиметра или 08 это юбка но ничего не будет работать и вырвал то есть это все скажем так и это но не сработало и другое дело допустим если это юбка стоит там в 6 12 миллиметрах металла то это совершенно другое как бы усилия совершенно другие как бы нужны методы чтобы вырвать поэтому для тонкой листовых дверей то есть вот эта функция лог то что есть у cts это нас на снятие броненакладки она нужна в наших дверях это в принципе не нужна эта функция поэтому вот эти два пункта которые выделяют это три оборота они два и вот эта функция лог то есть это вот превозносит вот этот замок мультилог ct самый верхний то есть по рейтингу следующее это чиза ли ваш революшн про у нее есть абсолютно все что мультилог cts кроме вот этой функции лог и у меня двух оборот на не трех оборот на следующий там идет к примеру из и у него тоже блокировка редукторный ход но вот нет 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 такого прикола на ручке у мою то же самое там ну и дальше вот эти все пошли там че че рычева че пьер и там секур м и получается вот такие вот вещи получается теперь по ценообразованию то есть почему матура то есть она идет устали по 3 3 на третьем месте то есть при том что у нее там нет кучи как бы плюсов но найдем на третьем месте цена то есть это цена этого замка но реально то есть но но я не знаю то есть но это классная цена то есть он стоит очень дешево за своих денег стоит а почему так то есть а почему допустим так почему потому что допустим регулировки цен по моторе вообще нет но вот именно по этой модели точно есть там уникальные позиции моторы там эксклюзивные которые дистрибьютор там их представь предоставляет но вот 85 и везут кто хочет когда чем хочет как хочет то есть и цену ставят на нее такую какую хочет то есть условно купил там за 50 к примеру там каких-то там единиц тут довез сюда там за 65 поставил то есть продает и как бы все хорошо в мультилоке конечно это налажено лучше всего то есть он самый дорогой у него самый как бы лучше сервис все самое как бы ну и цена безуслов самая большая то есть самая большая там как бы зарабатывают как говорится все учи за на самом деле тоже все печально с дистрибьюции там но ее фактически нет то есть поэтому цена как бы минимальная то заработок с этого замка минимальный по сути это замок стоит стоит должен был бы стоить конечно гораздо больше он стоил гораздо больше там но как бы немного но буквально там еще лет семь там восемь назад этот замок но реально то есть он стоил ну не соизмеримо дороже то есть там по сравнению как бы с остальными потом потихоньку это все выровнялась и он реально стал доступным классным он всегда стал в наличии то есть поэтому это классный замок пост по цене по свойствам по всему остальному iso ну классный дистрибьютор все хорошо но как бы зазорчик на цену есть на мой тоже зазорчик на цену он есть регулируется ну там чиперси секурим этом та же самая ситуация поэтому в мой личный рейтинг это из того что мы ставим это чиза revolution про то что мы ставим на подгружены ригельные системы то есть это ну скажем так вне бюджетные далеко двери это multilog cts это что мы ставим это мотора 85 серии все остальное как бы не имеет ну конкурентно как говорится преимуществ то есть но еще один такой параметр по которому тоже not реально можно определить замок вот мы возьмем вот такой вот вещь поэтому у мотора это еще нормально учи за это вообще хорошо мульти лока тоже это хорошо но вот такие как чипер и там эти то это вообще то есть но это как как бубен то есть но закрывает ну как бы но это не показатель как бы не тот показатель который самый важный ну вообще в принципе в замке но это это показывает вообще точность изготовления вообще подгонки всего то есть это реально его как бы показывает ну то есть технологический процесс он его конечно несколько нам показывает то есть насколько она все как бы сделано вот такому стиле то есть двери конечно так скорее всего не будет слышно скорее всего ну все равно какой-то небольшой фон будет добавлять поэтому вот такое вот долгое видео извините по по подбору получается по рейтингу полотен замков цилиндровых полотен замков основных то есть под фиксирующих под ручку поэтому все всем спасибо за внимание всего доброго подписывайтесь ставьте лайк если вам понравилось если не понравилось таки дизлайк чтобы понять что это как бы все все печально то есть поэтому если вам нужно будет двери сейф и приезжайте в городе киеве вискозная 3b с удовольствием изготовим доставим установим всего доброго до свидания спасибо